всем здорово сегодня у нас на канале обзор вот этой гитарки посмотрим что в ней есть что мне понравилось что не понравилось расскажу свои первые впечатления прошло около где-то двух недель и уже можно сделать кое-какие выводы у нас тут небольшой эксперимент со светом я сейчас уютно расположусь в уголке на оранже сидя и послушаем заодно как она звучит и вообще что интересного в этой гитаре поэтому пожертвуя частью своей головы чтобы как говорится меня вы уже видели ну и давайте начнем по порядку еще модель как уже может быть кто-то видел на канале была распаковка это ибанес jar jar 221 длинное название по а кубе то есть по этой не помню 221 серия jar jar это right gear ну типа right hand что-то там еще и еще какую-то серия не помню где-то я смотрел и рассказывали в роликах почему именно такое длинное название аквеби соответственно aqua burst то есть вот этот берст ну и такой расцветка 0 aqua гитара выглядит конечно эффектно красиво вот об этом еще поговорим в общем посмотрим по порядку обо всем до что я не изменил расскажу чуть позже так ну давайте начнем с головы вообще очень не понравилось конечно голова как она сделана во первых это сейчас как бы так вам показать что было видно это реверсная башка с вот этим вот нашим любимым логотипом и по нас и что мне понравилось она не просто черная то есть она сделана в цвет в такой же текстуру как и основная дека причем с такими же затемнениями по краям то есть смотрится красивый эффект на бюджетных гитарах конечно редко такие головы делают ну реверсная то бишь злая такая конечно форма мне больше нравится реверсная голову ибонеза чем стандартный у меня был rg со стандартной такой головой вниз смотрящий в принципе тоже это интересно но вот после моего не бонеза ксайфаса ну не ксайфаса этого фальчона фальчон мне как-то стали больше реверсная головы нравится давайте по порядку как сделано здесь значит на голове грифа нет окантовки никакой то есть в принципе я считаю ты здесь и не нужно это было бы лишнее калки здесь стоят обычные но и маски без всяких надписей в камеру будет видно или нет попробуем поймать фокус и обычные колки черные но что у них интересно у них очень плавный ход и вот здесь вот есть такие гаечки вот и они сделаны двойные первый раз такое вижу на гитарах может это новая какая-то штука здесь то есть идет такая одна стальная гаечка и вторая стальная гаечка в общем калки судя по всему какие-то новые хоть и бюджетные но я ими доволен ход плавный держит вообще шикарно если даже сравнивать с моим т.д. надо как бы прям сильно крутить столок здесь буквально чуть-чуть ты его задел все то есть уже тон по полтона то он пропадает это крутится очень плавно очень аккуратно их надо крутить прям нежненько и толщину и строй держит тоже хорошо то есть я вот играю на этой гитаре я ее практически не подстраиваю единственно с мензурой чуть-чуть маленько повозился с верхней струной опять же можно было ничего не трогать об этом я позже расскажу вот так что такая вот интересная голова что меня удивило в первый раз я увидел здесь стоит гриф neck wizard 3 по технологии и вот это очень интересно потому что на бюджетные гитары как правило не ставят wizard 3 то есть идет c профиль узкий тонкий про этот гриф я могу сказать что он не самый тонкий бонезовский у меня была китайская эрджиха 320 ну то есть копия оригинальный 320 там гриф был тоньше я даже помню по ощущениям он был очень тонкий и когда я взял вот эту гитару мне удивило что гриф такой не супер тонкий довольно толстоватый для ибанезов я такой думаю интересно что если такой гриф сюда поставили оказывается этот гриф не просто сюда поставили его как правило не ставили на бюджетной модели это профиль грифа визор 3 который стоит на более дорогих инструментах rg серии вот что еще характерно интересная особенность у него нет валюта здесь просто плоское такое место но как я почитал про этот гриф отличается высокой надежностью то есть он за счет того что он толще чуть-чуть из плотных делается такого не массива как скажем плотного дерева может быть где-то за счет толщины еще чего-то он очень так скажем неустойчивый вернее наоборот очень устойчивый к перепадам температуры различным влажностям и так далее забегая вперед могу сказать что я сюда поставил струны намного толще которые шли в стоке и гриф я вообще анкер я даже не трогал я его даже не крутил все нормально строит он ни на секундочку не согнулся нигде то есть криф прям идеально ровный вот это меня порадовало конечно здесь конечно есть еще такой прикол номер не знаю опять же в камеру будет видно или нет заканчивается на три шестерки но это просто совпадение конечно это ни о чем не говорит номер джейс 22 то есть гитара 22 года девятый месяц первое число но если по американскому формату времени то есть 1 сентября 22 года до новой гитары они вот двадцать втором году их только начали делать вот эту модель и номер три шестерки посвятить цифры это может быть просто это ни о чем не говорит конечно это может быть время там или номер модели или еще что-то какие-то обозначения но так вот совпало значки югейца типа контроль югей ну дерево вам скажу для бит для бюджетной гитары дерево на грифе очень приятное хотя как бы я не ждал каких-то роскошность гитары бюджетная но нету никаких сучков никаких там задиров довольно таки даже плавный интересный рисунок то есть здесь такая полоска идет спила ну как бы ну ничего такого сверх криминального нет единственно может быть сучок где-то было здесь вот на самом верху здесь и сучок но он прям еле заметный то есть на какие-то внешние свойства про звуки уж вообще молчу это никак не влияет что сразу бросается в глаза конечно дешевый вот этот вот трапеция вот это вот потому что на более дорогих гитарах ставят трапеции она просто матовая такая она была в пленочке пленочку и снял матовая трапеция на более дорогих моделях ставят конечно уже с отодвигающейся такой штучкой чтобы анкер чтобы тебе не снимать этот треугольник ты просто отодвигаешь его сторону крутишь анки здесь просто такая тонкая тонкая пластмасска такая так скажем не особо аккуратно обработаны то есть здесь никаких чудес нету но опять же эстетику не портит выглядит довольно приятно и самое что интересно что я открутил ее один раз просто чтобы посмотреть вообще что-то внутри интересно было но анкер я даже вообще не трогал и я думаю с таким стабильным грифом который действительно хорошо держит строй перепады на нее поставил потолще струны и вообще его никак не крутил я думаю имеет смысл такая простая крышка не отодвигаешься потому что анкер здесь скорее всего и не придется часто крутить во всяком случае пока меня все устраивает то есть анкер и у меня даже нет желания крутить лезть что-то что-то менять и об этом я хотел сказать что гитара пришла ко мне полностью отстроен я имею ввиду в плане высоты струн мензуры то есть я вообще ничего не делал вообще ничего не крутил настрой держит идеально единственная только шестую струну мне показать что чуть-чуть криво стоит этот шпенек я его покрутил у меня изменилась мензура я сделал все обратно то есть просто понял что так отстроена была мензура где-то может быть он не особо там ровно стоял но мензура была отстроена замечательно я его вернул в свое исходное положение и все стало звучать поэтому мензура я здесь не крутил датчики не поднимал ничего не делал кстати датчики выдвинут на максимум ну про датчики ладно мы сейчас отдельно попозже поговорим в общем завода все было отстроено высота струн датчики мензура то есть ничего не надо настраивать бери играй единственное что я поменял струны потому что не стоковые показали все-таки тонковатые стояли десятки а я поскольку играю в последнее время такое что-то потяжелее в рест-трое мне захотелось потолще сюда струны но я не стал сюда сюда строить ставить как на моем лтд там мне там 10 56 они 10 52 по моему или нет 10 56 ты уже запамятовал в общем я не стал сюда самые толстые струны да у меня 10 56 там были гибридный комплект но я поставил сюда поскольку здесь мензура 25 и 5 и в принципе сюда можно ставить мягкие струны но мне захотелось чуть-чуть пожестче поэтому я сюда поставил дат дарио 10 52 медиум гаучи то есть среднее натяжение я обычно везде ставил light гаучи то есть легкое натяжение здесь мне захотелось чтобы меньше было лязга меньше было но от каких-то таких отзвуков призвуков по плотнее чуть струны но и принципе и люблю как говорится сильно почесать по струнам поэтому поставил потолще струны и не пожалел то есть для этой гитары считая не прям идеально сюда подошли но про это мы тоже поговорим попозже что еще рассказать давайте идем дальше по грифу до накладка накладка интересная накладка и сделаны из фиолетового дерева амарант ну или как очень называют пепел хау харт типа пурпурное сердце в общем и и единственно покрыл только маслом есть там лимонное масло для накладок и до струны менял ее под протер чуть-чуть чтобы увлажнить маленько чтобы она не сохла хотя накладка очень хорошие тоже ровные насколько это можно будет видеть без всяких сколов задиров по покраске по каким-то таким мелочам вообще все идеально кстати да по вот этим вот тонкостям на порожек подогнан вообще все ровненько все покраска ровненько и день ничего не выступает гитара пришла абсолютно наляк без всяких царапин окантовка ровная то есть по покраске по каким-то таким вещам у меня вообще нет никаких нареканий единственное забегая чуть-чуть вперед где-то могу сказать чуть-чуть вот где-то здесь народе вот здесь вот маленькой беленькие точки они под лаком вот такие на эти типа как маленькая часть ружки может быть попала под лак вот здесь вот маленько пару там белых точек буквально таких маленьких как пылинки и они просто под лаком все вот это все нарекания остальное сделано конечно все безукоризненно по ладам значит а ну гриф гриф очень широкий и очень плоский многим поэтому эта модель не нравится что у нее широкое вот это расстояние в порожке довольно широкая снизу но поскольку у меня пальцы длинные мне удобно когда гриф и широкий поэтому после лтд я беру лтд мне кажется что там просто как черенок от лопаты что она такая узкая это здесь по обхвату она скажем так более широкая но за счет того что гриф тонкий стабильный и за счет того что накладка очень плоская то есть радиус у нее плоский практически плоский по сравнению с тем же лтдс и сравнивать мне очень удобно играть очень удобно ставить аккорды солики пилить то есть как-то охота играть побыстрее и согласен с рядом что вот это вот окантовочка она конечно никак не защищает лады но это просто эстетика ну вот как-то с окантовочка играть поприятнее охота фигачить какие-то скоростные запилы особенно когда гриф широкий плоский прямо просятся какие-то соляки что такое техничное на ней играть вот и обалденные лады не знаю стальные не стальные скорее всего не зельберовые вряд ли на бюджетку будет ставить стальные молоды вот широкие jumbo pretz хорошо заполированные с завода нигде ничего не торчало я даже ничего не подгонял там надфилем ничего кстати воды поаккуратнее подогнаны темно лтдм и потому что на лтдс и посредом такие небольшие проточки есть между водами но когда их подгоняли здесь как бы все идеально четко единственно один самый нижний лад там чуть-чуть где-то маленечко выступал там даже не выступал какой-то краешек был остренький взял просто обычный знаете как мультитул там пилочка для ногтей взял его маленького так подлезал и все то есть все больше ничего не торчит ничего не было здесь пока что во всяком случае климат теплые но ничего не лезет ниоткуда значит плоды толстые удобные высокие довольно ну то есть такие метальные хорошие воды мне понравились значит что я еще в видео распаковки сказал что они были не зашлифованы но они были конечно же зашлифованы но такая мелкая была такой поскрипывания то есть какая-то зернистость осталось то есть его там прям не не ровняли да там паста боем или чем-то не полировать то есть рады влады были чуть-чуть не отполированы я хотел их полирнуть в результате ничего не стал полировать просто взял и так продолжаем что у нас дальше по грифам в общем лады здесь заполировались техникой воды хорошие ничего не выступает здесь инкрустация у нас идут черные точки и инкрустация по грифу идет так называемый ибаназовский акулий зуб перламутровый как бы и перламутр не сильно конечно офигенного качества понятно такое бюджетное решение в принципе довольно симпатично выглядит здесь все сделано аккуратно и нигде ничего не торчит никакого не выступающего клея и так далее я имею ввиду инкрустацию окантовка конечно не идеальная там понятное дело обработано так немножко где-то небрежно но в целом как все нормально опять же радует что она такая не сильно прям белоснежные было снежная здесь вообще по краю она идет окантовка такая немножко бежевая такая с немного кремовым оттенком то есть не чисто такая белая знаете туалетное седло а вот именно такая вот приятная такая чуть-чуть как бы такая маленько кремовая можно сказать накладка в общем здесь в этом плане мне все нравится все удобно пятка подогнана здесь гриф сидит ровненько никаких трещин ничего не выступающих краев закручена на болтах болтанная конструкция и вот мы плавно переходим к деке пятка здесь скажу сразу не самая удобная то есть на ржишке она у меня была прям кругленькая такая здесь просто она зализанная но она такая выступающая чуть-чуть пятка но играть удобно то есть я не придирчив к таким вот чтобы не надо прям было что там nextru и так далее поэтому мне ничего не мешает до ладов без проблем можно дотянуться благо вылез тут большой из этих рогов то есть все очень удобно опять же что мне понравилось все завода был очень плотно закручена отличие допустим от лтд даже здесь я болты не подтягивал ничего не подтягивала потому что все было закручено очень плотно в общем ничего затягивать не надо было ну и переходим на к деке к дека сзади вот так вот выглядит симпатично это дерево окуме или окуме или укроме не знаю как правильно можете меня поправить выглядит очень симпатично и по цвету и по фактуре похоже на красное дерево я не знаю конечно какое на этом имеет отношение к красному дереву но где-то я читал что это типа как аналог красного дерева бюджетный то есть оно похоже по своим свойствам на красное дерево но легче и опять же понятное дело менее экономически затратно то есть материалы дерева тут все-таки такие подобрали бюджетные все-таки гитара бюджетные понятно здесь не будет каких-то топовых сортов что меня еще порадовала крышечка заподлицо прям гладко очень заполировано вставлено то есть она прям идеально сюда входит легко вытаскивается не открыл посмотрел и внутри меня все очень порадовало то есть сейчас я конечно разбирать уже не буду но схематика очень все аккуратно пайка аккуратно и все там графитом промазано все заизолировано толстые качественные провода хорошие потенциологии honda переключатель ибанез причем японский там на нем написано ибанез made in japan то есть вот это пятипозиционный переключаж короче электрика вообще никаких нареканий не вызывает ну и сразу скажу что по фону гитара вообще очень мало фонит очень мало каких-то но вот так издает звук у нее такой чистейший кстати пригодился мне вот этот синий ремешок я все не знал куда его деть и к этой синей такой морской гитаре в такой морской ремешок идеально подошел по цвету так что вот такой тандемчик получился с ремнем значит что еще по деке сказать про о коме сказал здесь идет кап тополя если верить спецификациям то есть тонкий шпон тополя вот в этой окантовка спрятан и естественно это не беру мейпл конечно это не клён вот этот пройденный это рисунок просто очень качественно такой нанесенный рисунок знаете я вам скажу под сулой лак это все выглядит ну реально как 3 дерево то есть как такое хорошее дорогое дерево понятно что это бюджетная модель поэтому здесь не будут там делать этот мэйпл клеить и так далее то есть это просто рисунок такой винирчик но выглядит круто богато дорого богато поэтому мне нравится такое решение и вообще лаковый гитар очень приятный не особо царапучий то есть он такой толстый как на старых гитарах такое стекло как вот видите гитара все блестит переливается и как-то я бы не сказал что он прям дешевый или где-то сильно царапается то есть довольно таки хороший приятный лак и отличие конечно от матовой гитары все же то что гитара не так сильно так скажем на матовый гитар меньше садится пыль да то есть их не надо протирать но на матовый гитарах появляется со временем все таки вот эти вот протертости от пальцев от игры такие похожие на жирные пятна и на лтд у меня уже появились то есть у меня стесались немного края наматываемые такой это и лтд хи черный кто смотрел обзор знает и там вот вокруг ручки вот это вот место где пальцами прижимаешь уже такое как и жирное пятно которым же ну никак не уберешь потому что это просто стирается вот это матовое сатиновое покрытие и становится гитара просто глянца здесь что меня радует такого не будет то есть это лак да она может быть там как-то поцарапается подбьется но свою вот этот глянцевость она не потеряет с возрастом все-таки лаковые гитары и то есть лаковые поэтому они выглядят хорошо презентабельно и с вот этой такой акваморской тематикой мне прям нравится как это ну вот что ее не стали делать кутоматовой именно сделали такую глянцево-лаково как говорится по старинке значит что дальше ну деревяшка хорошая на вес я скажу гитара очень легкая по весу по моему даже чуть легче чем лтд вот то есть дерево подобрали такое легкое но вместе с тем гриф плотный и она никак не перевешивает то есть сбалансировано хорошо вот так вот она примерно висит то есть пуговки где надо в тех же местах где они должны быть гитара сбалансировано хорошо то есть ничего не клюет не перевешивает это прям вообще обалденное кайфовое такое чувство плюс дека такая плоская довольно большая то есть приятно положить руку естественно вот эти все скосы под предплечье печали кажется а вот и в общем играть очень удобно что в классической позиции что вот так вот как я часто в принципе играю что стоит то есть ну опять же гитара легкая стоя на ней играть удовольствие я не чувствую веса так вот и тяжести то есть можно играть по многу там часов и не уставать это мне тоже понравилось в общем у нас и маловато там минусов да вы заметили получается то есть принципе мне вообще все нравится ну естественно для такой цены понятно если гитара за штуку баксов было можно было докопаться до того до сего но в целом именно что я хотел гитару я конечно получил довольно качественный переключатель 5 позиционный ну тут мы послушаем эту фишку то есть что нам дает вот эти пять позиции какое разнообразие в звуке тон довольно все плавно включится не шуршит то есть пальчиками тон громкость все плавно крутится единственно вот единственный косяк кто для которого можно доколупаться чуть у меня кривой вот этот потенциометры громкости он чуть завален маленький вот сюда но я не знаю может быть это было завода такой брака может быть где-то при транспортировке чуть удавился маленько погнулся я маленько попытался под выровнять и в целом уже вот эту щель который по завалу чуть-чуть образовался и и вообще уже незаметно то есть этой игре никак не мешает все плавно крутится чистая эстетика что он маленько был погнутый но я могу так скажем сослаться на то что это транспортировка пашки таро ехала обычно просто картонной коробке может где-то ударилась вот этим местом и он чуть погнулся потенциометр не знаю может быть так было завода но в любом случае сейчас уже все как говорится как-то встала само собой на свое место я сейчас даже не вижу что он какой-то кривой не кривой все довольно ровно все плавно все крутится все удобно ручки приятные такие металлические толстенькие тоже такие залакированные в общем пользоваться приятно когда сюда щечка тоже такая тихая четкая не разболтанная то есть довольно так стабильно переключается то есть фурнитуре и электроники вообще вопросов никаких нет bridge bridge обычный бонезовский как он там f106 называется вот такой вот страта подобные как на страта кастерах то есть каждое седло регулируется закручена на 4 болта струны сквозь пор корпус и кстати да фишка вот это с 6 струной оттянутой то есть чтобы тропнуть ее можно было это тоже порадовало то есть это помогает до верхняя струна не так сильно болтается как на классической мензуре там на гибсоновской да к примеру почему я собственно лтд поставил толстые струны очень что там не болтались струны по нижних страях здесь все эстетично приятно кто-то может доколупаться до вот этих вот чуть-чуть выступающих кругляшков до для настройки но кто знает то иметь имел со старта кастер не дело знает а вот эти вот выступающие штуки но я их просто чуть-чуть там буквально пилочкой полирнул это в принципе сверху они игрой заполировались и ничего не руку не царапают то есть я вот играю глушу струны нормально руку ставлю так вот делаю и ничего у меня тут не царапает то есть все нормально обработано но если где-то что-то были какие-то выступающие края чуть-чуть прошли с пилочкой все все гладенько опять же чем чаще вы играете тем больше это все полируется дело и не будет выступать может быть не самый удобный бридж настройки но завода я взял такую практику почему хотел взять именно новую гитару я не хотел вообще ничего так скажем достраивать потому что завода мензура построен офигенно высота струна офигенно все нравится поэтому зачем я буду сюда вмешиваться что-то менять поэтому мензуру высоту я ничего не трогал все вот как оно и было и струны кстати довольно низко что не буду врать какое тут расстояние не самое конечно низкой но поскольку я играю мощные струны у меня толстые довольно я поэтому не стал их ниже опускать чтобы ничего нигде не звенело не бряцало даже если вот так вот сыграть что нибудь слышно что струны нигде не звенят не бряцают даже верхняя струна чуть-чуть подляткивает но не так сильно как это бывает вот такие вот дела поэтому здесь тоже все лаконично не надо париться с витрозами там и с пружинами то есть ничего не расстраиваться ничего не надо подкручивать не надо здесь никаких то блоков все стабильно хорошо нормально держит ну и последний пункт наверно остался датчики датчики кисти стоят ибанезовские то есть на них ничего не написано просто такая надпись ибанез в уголке айбанез и так далее они такие матовые крышечки глянцевые ровненькие кстати что мне нравятся крышечки плоские не такие знаете вот как на гипсон и делать такие где рамки расползаются еще и сильно закрутят они так начинают деформироваться тут все так ровненько не перетянуты болты все так квадратненько эскетичные такие матовые как ежи собственно такое матовое покрытие такие вот датчики ну собственно да так вот закос под активы но это не так не активы я посмотрел по обзорам это этот это керамические датчики киты ибанезовские не помню как они называются там хбз или хбз ибанез или что-то такое ну типа хамбакер ибанез в общем датчики меня порадовали но единственно есть один нюанс они не сильно гейновые даже если сравнивать с лтд то есть я когда включил не было такого выхлопа то есть гейм и чуть-чуть на комбики пришлось добавить но буквально допустим я игра на лтд играю на полтора часа на оранжи своем комбики с этой гитары я выкрутил гейм на два часа буквально пол деления деление добавляешь и все нормально больше не хочется но датчики не выхлопные они не очень подходят для металла но поскольку я последнее время играю больше такую альтернативную музыку какие-то джинты что-то такое стараясь играть пробовать поэтому я не хотел чтобы гитара была вот именно шутом гейна была туча гейна всегда можно навалить на комбики на худой конец можно включить грелку включаешь грелку с грелкой вообще просто шикарно металл рубит а так у нее звук такой сдержанный плотный но если вы думаете что прям будет хай гейн такое валево нет такого не будет то есть звук плотный четкий он такой довольно басистый хорошо резонирует но это благо наверно деревяшка резонирует все таки такой плотный четкий как его описать плотный четки но при записи сами сейчас услышите насколько камерам может передать он такой плотный четкий сфокусированный но такой сдержан то есть нету едкости у него он довольно такой серединистый довольно мало верха он такой плотенький четенький такой не не сказать что он прям сильно выразительный какой-то да построен даже с тем же ltd но он сам звук шире то есть если играешь на ltd он такой резкий ядреный до мощный но как-то нету ширины здесь он такой прям плотный широкий такой интересный вообще звук но это мое мнение естественно это как бы все на слух поэтому не претендуя на какие-то там скажем квалифицированное какое-то описание от этого всего то есть это вот именно по моему слухоощущению как я это все вижу слышу вижу и так далее а вот гнездо меня порадовало такое вот приятненькое зализанными не знаю будет ли видно на камеру но пластиковые это конечно тоже бюджетное решение то есть не металлическая такая пуля а пластиковая такой квадратный гнездышко но он такой маленькая аккуратная зализанная такой вход и там по моему даже какая-то фиксация присутствует ножка до штеки вставляешь он так туда и защелкивается и довольно плотно там сидит конечно никакой кнопки нету как на дорогие гитары знаете кто вставляет джек полностью фиксируется его нельзя вытащить без нажатия на кнопку тут конечно никто такого не будет делать на бюджетной гитаре но довольно качественно сделано все плотно вставляется принципе джек не болтается ну вот в принципе все такие нюансы внешние что хотелось сказать об этой гитаре то есть покупка я доволен поначалу конечно когда ты достаешь новую гитару она такая знаете в этой пыли деревянной где-то что-то кажется выступает где-то струны маленькой ржавые где-то что играешь какие конечно ощущения не те но когда поиграл на ней приигрался поставил хорошие струны все подшлифовал где-то подправил тут собственно самой игрой все это залезалось вообще просто шикарная там разболталась до потенциометры стали поплавнее ходить и там тоже гитара была с мороза по холоду где-то ехала вот по холоду ну такая была потненькая такая замороженная немножко вот то есть в целом все устаканилось сейчас мне вообще все нравится ну и давайте собственно послушаем такой у нас конечно сегодня беглый беглый обзор быстрее быстрее времени мало может быть потом еще какие-то будут сравнения допустим если вам понравится можете написать может мне сравним там с ltd к примеру по звуку там уже более наглядно будет слышно разница то есть вот ставили джек щелки лица вот так вот 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 видео будем доснимать в темноте маленькая техническая неполадка мы тут сегодня экспериментируем со светом вот так теплом ламповом свете кстати как вам картинка если кому интересно тоже напишите лучше не лучше я тут пробую не софтбокс а вот этот вот круг этот вот вообще пацан вот 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 а да и вот то есть аккордами вообще строишь шикарно всякие такие штучки я сейчас настроил пониженное в р то есть опустил шестую струну в принципе в классическом строй тоже все хорошо звучит вкусно в последнее время играю по нижней то есть звук такой более альтернативный такой охота прям фото не умеет он жарит либо что-либо альтернатива чуть-чуть одну минутку уже уже вот конец-конец видео прямо одна минута сейчас играю все и делаю сыграет и все смотри андрюша малыш удивляется смотри ой какой малыш смотри смотри а а ну и пройдемся быстренько по позициям это некой то есть не притж это вот такая позиция ну и он дает нам странное стекло опять же можно так еще пробрать громкости такой звук, звук такой немощный это сингл получается то есть можно в принципе выжать сингловый звук средняя позиция аля джимми хендрикс нековая, то есть четвертая позиция стеклянная то есть четвертая позиция стеклянная нужно выбрать громкость, такой клей получается ну естественно, нек, плюсок еще подведаю ток, можно сказать, что гитара довольно универсальная она не скажу, что сильно для металла то есть вот прям чисто такой металл адский на ней не порой то есть у нее такой в общем да здесь 10000 склеек, ребенок хочет поиграть, тоже нравится ему гитара, поэтому не получается у меня полноценно так все записать о нем дубле ну ладно, что теперь поделаешь в общем гитара интересная, гитара качественная, удобная, я доволен она, как я уже повторюсь скажу, не особо там метальная но при желании с нее можно выжать металл если там звучит довольно четко, плотно, интересно такой был очень легкий обзор на этот инструмент гитара покупкой доволен и могу в завершении сказать, что она как бы не заменяется вот такие ЛТД, если охота такого ядреного металла, яркости, там мощи, то ЛТД да, она как метальный звук, но у нее меньше какой-то четкости, меньше такой середины меньше такой выразительности это уже такой, ну как мне кажется, более серьезный музыкальный инструмент более, так скажем, универсальный для каких-то музыкальных экспериментов пробование разных жанров, там оттачивание музыки и так далее тренировки, опять же, всяких технических навыков в общем гитара заставляет играть прочно, быстро и это главное, что должно быть, конечно, на качественном инструменте она должна вдохновлять на создание музыки ну вот такой вот сегодня беглый обзор спасибо, что смотрели и до встречи в следующих видео